Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Республике остается напряженной. За последние сутки выявлены 221 новый случай коронавирусной инфекции. Данные даны на основании данных, определенных Роспотребнадзором по Республике Сахай-Якутия. При этом половина из этих случаев, 124 случаев, приходится на столицу нашей Республики, город Якутск. Большое количество случаев сегодня зарегистрировано в группе районов, таких как Мирненский район и Вилюйский район, Алданский, Намский и Оленёкский. Необходимо обратить внимание на то, что данные группы районов также находятся на особом внимании для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать возникающие проблемы, которые привели к тому, что возникло такое большое количество случаев. От одного до шести случаев, зарегистрированные еще в 21 районе Республики, соответствующую работу проводят как Управление Роспотребнадзора, так и Учреждение здравоохранения на местах. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода на территории Республики. И было проведено 6284 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего вообще в Республике за весь период нашими лабораториями, количество которых увеличивается, сделано 731 тест. Необходимо обратить внимание, что с этой недели есть два новых новшества, которые определены постановлением Роспотребнадзора Республики Саха и Кутя. Они связаны прежде всего с тем, что в соответствии с этим постановлением у контактных лиц не будет отбираться анализ на новую коронавирусную инфекцию, а им без анализа предписано нахождение на 14-дневной самоизоляции, если они являлись таким контактным лицом. Забор анализов будет осуществляться лишь только при соответствующих клинических проявлениях. У нас с вами с этой недели начался учебный сезон. Поэтому для органов местного самоправления, для органов государственной власти, как учредителей образовательных учреждений, главным является создание безопасных условий обучения наших детей. Для этого, соответственно, школы и детские сады оборудованы соответствующими рециркуляторами, осуществляется термометрия. Кроме того, необходимо обратить внимание, что учредители муниципального образования, так же, как и руководители образовательных учреждений, не вправе допускать до работы лиц, которые являются старше 65 лет, в очном порядке, имеющие хронические заболевания. По-прежнему, к сожалению, наиболее подвержены этому заболеванию являются лица старшего возраста. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание на необходимость поддержки и особо бережного отношения к лицам старшего поколения.